Здарова, народ! Мабьё подъехало! Рад вас видеть! На днях на Е3 показали новый трейлер Cyberpunk 2077. В конце ролика появился Киану Ривз как персонаж с металлической рукой наперевес. И на этом моменте все сразу вспотели от перевозбуждения. А после конечной заставки вообще конкретно всем разорвало чердаки, потому что на сцену вышел сам Киану. И такой типа, чё, как народ? Ща я вам расскажу про игрулю! И в зале все такие, ааа, Киану! Ты не моя папа, я не твой ребёнок, тучий свет, поджигай палатку! Да, это жёстко. Короче, тема настолько актуальна, что меня просто закидали сообщениями по поводу того, чтобы я сделал ролик по Киберпанку. И на самом деле это настолько обширная тема, что я не думаю, что мы ограничимся одним роликом. Если за, то, как бы, ну, ты понял, да? В общем, хорош базарить и зацените, чему я вас сегодня научу. Круто! Но вы, наверное, сейчас думаете, ё-моё, Сигачёв, ядрить-коптить. Конечно, у тебя есть цветной свет, палки там всякие, и камера вот такая вот. Ну, а мне-то чё делать? Как повторить такое? Э? А вы мне поверите, что если я вам сейчас скажу, что для того, чтобы повторить такое фото, вам не нужен цветной свет? Нет? Зря. Видите ли, в чём дело? Я понимаю, что не у всех есть оборудование, свет, и тем более цветной свет. А Киберпанк, как вы знаете, не может существовать без розового, фиолетового, синего, зелёного или любого подобного цвета. Короче, он любит неон, ночь и всё в таком духе. В общем, специально для вас я придумал, как можно обойтись минимальными средствами при создании такой пикчи. Это просто охренеть, какой лютый лайфхак. Уже интересно? Тогда ставь лайк и смотри видео до конца. Прежде чем мы продолжим, пожалуйста, убедитесь, что подписаны на канал, потому что моя статистика говорит мне о том, что 40% из вас смотрят меня без подписки. Шо за дела? Если вы думаете, что это какая-то уловка, то нет. Вот вам пруф. Поэтому прямо сейчас жмите на кнопку подписаться и на колокольчик, чтобы получать уведомления о новинках. А то тут такие крутые видосы выходят. Грех пропускать. Ай-яй-яй. Так вот, киберпанк. Как же нам всё-таки получить цветной свет без цветного света и без цветных плёнок? Вы когда-нибудь слышали про температуру цвета? Если нет, то сейчас в двух словах расскажу. Я думаю, что все знают, что те лампочки, которые висят у вас дома, грубо говоря, бывают двух цветов. Жёлтый и белый. То есть дают тёплый и холодный свет. Кстати, температура обозначается в кельвинах. Обычная лампочка примерно выдаёт 2800 кельвинов. Для лучшего понимания всей этой темы просто посмотрите на рисунок. Ну и в принципе, если вы поставите на паузу, то поймёте, что здесь ничего сложного. Правда? А теперь представьте, что будет, если смешать две разные температуры. Сегодня я не буду использовать никакой специальный светодиодный свет. Будем юзать только потолочное освещение. Но с одним но. Здесь я накрутил лампочку, у которой 2700 кельвинов. Это так называемая лампочка Эдисона. По сути, это простая лампа накаливания, которая до хера жрёт. Но она очень жёлтая. С этой стороны у меня современная светодиодная лампочка на 4000 кельвинов. И по сравнению с этой лампочкой, она прям белая. Вы всё ещё думаете, что здесь такое происходит? Если вы до конца не понимаете, как это работает, то совсем скоро я всё объясню. Но для начала нужно ещё понимать очень важную вещь. Это цена вопроса. И этот лайфхак чуть ли не самый бюджетный для получения хорошего цветного света. Обычно для того, чтобы сделать подобные фотографии, используют палки типа Янгно первого и второго поколения. И вы посмотрите, даже Янгно и Ян-360 первого поколения стоят 5500. Я предлагаю тоже использовать светодиодный свет, но попроще. Тот, который есть у нас дома. Почти у каждого, я думаю. А если нет, то его можно купить совсем недорого. Вот смотрите, например, если на каталоге набрать просто лампочки и сделать подбор по параметрам, нас интересуются это диодные источники. Потом, скорее всего, это цоколь Е27, потому что это самый распространённый. Дальше нас интересует цветовая температура. Как минимум, нам нужно две лампочки. Одна тёплая, другая холодная. Сейчас мы выберем тёплый свет. Ну и для того, чтобы фотографии получались более качественно, особенно если вы фотографируете на свой смартфон, нужно, чтобы они были помощнее. Я советую ориентироваться на лампочки от 1000 люмен. Ну и вот, смотрите, первая позиция 95 рублей. Кстати, ASD хорошие лампочки, я их даже использовал для фото как-то. Вот есть лампочка подороже и побольше по объёму, и если вдруг она вас заинтересовала, вы можете сравнить цены. Даже если одна лампочка будет стоить 400 рублей, в любом случае, это в разы дешевле, чем использовать профессиональный светодиодный свет. Конечно же, бытовые лампочки не заменят профессиональный свет, но на первое время для творчества сгодится. Ну вот, собственно, вот такая фотография у меня получилась. Сверху надо мной лампочка 2700 кельвинов, она очень жёлтая. Справа от меня лампочка 4000 кельвинов. И пока что всё это выглядит так себе, да? Поэтому идём в фильтр, камера RAW фильтр, кликаем на вот эти уголочки, чтобы видеть пересветы и наоборот не до света. Если у нас синим показывает, это значит, что там мало света, нам надо его добавить. Это у нас тени. Мы можем немного подвинуть тени вправо, немного убрать контраста, и картинка становится уже лучше. Самое главное находится вот здесь, баланс белого. Двигаем ползунок влево. Вау! У нас появился синий неоновый свет. И синий становится ещё интереснее. И самое главное, что тот цвет, который сверху, тоже красиво красится. Следующий шаг это создание кривых. Вот здесь. Переходим в красный канал и поднимаем чуть-чуть кривую. Потом переходим в зелёный канал, опускаем кривую. И зацените, что происходит. Создаём Selective Colors тут же внизу справа. И можем покрутить красный канал. Здесь уже вот как вам нравится, реально, какой оттенок. Вот посмотрите, здесь больше оранжевого, это всё набирает красный. Здесь больше розового. Как закончите с красным, переходите в Цаян. Это у нас голубой. Здесь можете покрутить. Кстати, здесь больше у нас синий, поэтому можно сразу в синий идти. Посмотрите, как меняется цвет. Дальше, конечно же, я хотел бы себя вырезать. Вы можете вырезать себя любым удобным способом. Гуглим Киберпанк и берём какую-нибудь любую картинку города. Можно даже не париться, что она маленького разрешения будет, потому что вы её растянете и идёте в фильтр, Blur Gallery, Fill Blur. Бум! Давайте снова попробуем включить цвет, который мы сделали сначала. Кривые и потом Selective Color. Вот это здравствуйте! Чтобы это выглядело более футуристично, нужно добавить сюда какие-нибудь приколюхи. Если вы просто в гугле наберёте Sky-Fi Deleting или Louding, вы найдёте эти картинки, они будут прямо с самого вверху. Берём инструмент Быстрое выделение и выделяем нужную нам картинку. Нажимаем Ctrl-C, переходим на нашу фотографию, нажимаем Ctrl-V и у нас тут вставляется этот слой. В режим их наложения ставим Screen. Теперь нам нужно поправить немного перспективу. Нажимаем Ctrl-T, либо здесь ставим галочку Show Transform Controls и двигаем зажатым Ctrl-Shift. Теперь делаем копию слоя на Ctrl-J, идём в фильтр, Blur, размытие по гауссу. Это даст нам свечение. Ну вот и всё. Ну чё, как вам такой лайфхак? Обязательно поделитесь своим мнением в комментах. Если будете делать подобное фото и выкладывать в Инстаграм, обязательно отмечайте меня. Мне, как всегда, очень интересно посмотреть, что у вас получится. Делай репостик в поддержку, ведь я стараюсь для вас. И спасибо за просмотр. Лайк, подписка, комментарий, жми на колокольчик, чтобы первым смотреть новинки и скоро снова с вами увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok